В Москве растет недовольство нововведениями в миграционном законодательстве. В России могут отменить квоты на рабочую силу. Новую концепцию разрабатывает ФМС и Минздравсоцразвитие. У идей много сторонников, но еще больше противников. И главный аргумент – страну заполнят мигранты. Те, кто за – уверены. Все, кто мог приехать уже здесь и в основном нелегально. Интересно, что предыдущие проекты по усовершенствованию миграционной политики России, по сути, провалились. Патенты не работают, а получение разрешения на работу – около криминальный бизнес. Наш корреспондент Наталья Панкратова выясняла, чем же грозит России отмена квот. Магазин у Альфии, деревня Брыковы горы. Сегодня здесь обсуждают новость дня. По радио объявили, что скоро, возможно, отменят квоту на трудовых мигрантов. А это значит, в Россию смогут приехать сколько угодно гастарбайтеров. Даже если мы посчитали, нам снышно стало. 13 человек на нашу деревню. У нас жителей столько не будет. Деревня Брыковы горы полупустая. До начала дачного сезона главные покупатели в местном магазине, водители, проезжающие мимо по трассе, да трудовые мигранты, живущие в заброшенных избах. Хозяйка магазина Альфия Гульмирзоева сама после развала Союза переехала жить в Россию из Таджикистана. Теперь наблюдают за бывшими соотечественниками со стороны. Заработок неизвестно откуда. Соответственно, что от него, он голодный, что от него завтра можно ожидать. Неизвестно что. А если он официально устроен, его действительно пригласили, ему дали жилье, ему дали работу. Он и как человек будет, и выглядеть, и, соответственно, и зарабатывать будет, и кушать будет. Мне кажется, менее безопасен. Квота на Москву самая большая в стране – 250 тысяч человек. Официально больше нельзя. То есть остальные приезжие иностранцы, а это по самым оптимистичным оценкам, каждый третий, работают в столице вне закона. Временное разрешение на год. Вот она та самая квота. Временное разрешение на работу. Мухиддин называет его «защита от любого ФМСа». Надо делать все, чтобы официально было. Официально будет спокойно и спокойно будет работать. Ради него бывший электрик Душанбинского рынка Мухиддин, а ныне электрик московского стадиона «Спартак», сдал анализы в больнице, потом пережил очередь в миграционной службе. И вот сегодня последний этап. Он пришел, чтобы встать на учет в центры занятости. В одном рабочем месте, да? Да, в одном рабочем месте. 25-20, 80 тысяч. Вторая вечерная. Сюда стекается вся информация о легализованных гастарбайтерах. Директор центра занятости Александр Павличенко говорит, что в следующем году квоту, наоборот, собирали снижать до 200 тысяч. А тут пошел слух об ее упразднении. Как житель Москвы, говоря о том, что, конечно, вот такая неучтенная что ли миграция, вот эти поиски случайных заработков, а в том случае, когда на них ходиться не будут, наверное, все-таки повысит и криминализацию. Вернее, криминальную обстановку в нашем обществе. Наверное, это будет хуже. Самый крупный в России завод по производству сейфов. 20% стоящих за станками с гражданством стран Центральной Азии. Предприятию выгодно, работают на совесть, а зарплатные претензии несравнимы с запросами, к примеру, москвичей. Это терпеливые люди. Они приезжают, у них есть цель заработать и обеспечить семью свою. Они приезжают, как правило, из неблагополучных районов, там, где уровень жизни очень низкий. И поэтому они хорошо работают в большинстве своем. Александр Дульцев не скрывает. Получить разрешение на трудоустройство такого большого числа иностранцев – целая эпопея. В миграционной службе никогда не дают столько квот, сколько просишь, а работники нужны, приходится идти другим путем. Если нам дали малый квот, то люди идут в какие-то организации, причем, я так понимаю, что это легально, можно смотреть в интернете, можно в газетах, в объявлениях, и купить эти квоты. У кого они покупают? Почему эти люди продают квоты? Почему людям, которым квоты не нужны, выделены, а людям, которые реально работают в реальном секторе экономики, квоты не выделены? У нас большой вопрос. Сегодня выдача разрешения – это целый бизнес. Любая поисковая система за минуту выдаст десятки сайтов фирм-посредников. Цены не скрывают – 20 тысяч рублей за пластиковую карточку. А вот здесь акция – оптом дешевле. С мигрантов возьмут всего 9,5. Интернет-фирмы даже апеллируют новомодным понятием аутстаффинг – по сути, торговля гастарбайтерами. Они решают все проблемы разом. Уже есть готовые оформленные трудовые мигранты, которых предлагают в наем за приемлемые деньги. Бывший учитель труда, а ныне работник завода по производству сейфов на Джебек-Замиров, здесь уже 7 лет. Говорит, тот день, когда между персоналом распределяют квоты, для него каждый год – самый страшный. А вдруг не хватит? Если договариваться с другой фирмой, допустим, чтобы я заполнил заявление, именно я убедился в том, что я получаю то разрешение, чтобы она потом не оказалась со стороны, как бы фальшивой какой-то, но это стоит порядка 20 тысяч. Получается, что квота – дорогое удовольствие. Приезжему проще жить нелегалом. С одной стороны, у нас безвизовый режим. В основном это приезжают люди для работы. Въезжают они свободно. А есть квота на работу, на право трудовой деятельности. Тем самым мы создаем условия для нелегальной трудовой деятельности. Это типичный результат типичного рейда инспекторов федеральной миграционной службы. Балконик давай зачем? Просто стоит. Вот диван привезли, это балкон просто поставили. Общежитие в Биберево. Здесь живут, спят и едят по 20 человек в маленькой комнате. У всех обычно одинаковые разрешения, в подлинность которых трудовые мигранты искренне верят. Где право? Нам сделал все. Кто сделал? Откуда знает. Отмена квота означает неконтролируемый поток дешевой и, по сути, бесправной рабочей силы. Секретарь Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков уже бьет тревогу. Его мнение – это грозит обвалом рынка труда. Жителям России будет сложно найти работу. По большому счету будет происходить эскалация напряженности. Закончится ли она какими-либо массовыми акциями профсоюзов и так далее. Сейчас говорить, конечно, преждевременно. Но, в принципе, если действительно будут попытки открыть совершенно рынок труда, вовне, что называется, я этого не исключаю. Файзулло Саидов месяц назад вернулся из России. Сегодня вот пришел в гости к теще. Он почти год работал в дачном поселке в одном из районов Подмосковья. Здесь ждали жена и трое детей. В месяц в России я зарабатываю 20 тысяч российских рублей. Половина из них уходит на оформление разных документов. Больше всего на регистрацию. Очень трудно, много возни. А еще есть проблемы с жильем, учетом и пропиской. Пройдя все круги регистрационного ада, пообщавшись с полицией и инспекторами миграционной службы, Файзулло больше не хочет ехать в Россию. Надеется заработать на жизнь дома. Однако признается, если там все-таки отменят квоты, он обязательно вернется. Все-таки хорошие деньги. Наталья Панкратова, Вера Исмаилова, Айден Мехтьев, Дмитрий Барбаш и Надежда Боричева. Вместе Россия Таджикистан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова